Итак, почему возникли международные организации? Как они возникли? Почему в них образовалась потребность? Дело в том, что государство договаривается друг с другом, да, посредством дипломатии, посредством заключения международных договоров, но вот эти вот разовые общения, одноразовые, двухсторонние общения перестали удовлетворять государство. Государствам необходимо в современном мире большее взаимодействие, большая взаимосвязь. И как ее осуществить? Государства стали объединяться. Объединяться не в смысле создания нового государства, а в смысле объединяться и передавать часть своих полномочий вновь созданному органу. И этим органом стала международная организация. Прототипы международных организаций существовали еще, например, в Древней Греции, Симахии те же. Это когда несколько полисов, это города, государства, объединялись в какую-то организацию для решения каких-то задач. Например, военных. То есть обороны, взаимные военные помощи. И в средние века были какие-то международные организации. Но, пожалуй, именно в 20-м веке ярко появилась потребность в этих организациях. Итак, посмотрим на слайде, как я представляю появление международной организации, как я представляю ее суть, суть ее генезиса. Субъекты международного права, вот стрелочка основные, это государства. Например, возьмем три государства. Эти три государства, объединяясь, договариваясь друг с другом, подписывая международный договор, создают своей волей еще одного субъекта. Это субъект международной организации. Что государства ей передают, вот здесь стрелочки мы показаны. Они передают ей, этой организации, часть своих полномочий. То есть, чтобы не само государство какие-то функции свои реализовывало на международной арене, а передав международной организации, уже она консолидирована, выражая волю всех этих трех государств, как здесь изображено. Оно реализует их волю и делает возможным вообще существование государств на международной арене. Как это происходило? Происходило, сначала государства обменивались дипломатическими отношениями. Затем появились конференции. Конференции, это когда представители государства уезжаются и решают какую-то значимую, актуальную на данный момент проблему. Затем подписывают какой-то международный договор и необходимо этот договор контролировать его исполнение. А также его время от времени толковать или подправлять. И возникли такие структуры, как комиссии. Например, до сегодняшнего дня существует Дунайская комиссия. Есть договор о Дунае, который протекает по территории множество государств. И к этому договору, согласно этому договору, создана комиссия, которая контролирует выполнение договора, а также решает какие-то технические вопросы. Вот навигации по Дунаю, пошлин и другие какие-то актуальные вопросы, которые возникают при функционировании этой реки. Также, согласно договору об Антарктике, существует аналогичная комиссия. Следующий этап, это создание уже организации. Комиссия перерастает в организацию. В чем разница между комиссией и организацией? Здесь следующее уловить. Комиссия, как правило, узким вопросом занимается. Например, Дунаем или занимается Антарктикой. А международная организация, это уже орган с расширенными полномочиями. Например, ОПЕК. ОПЕК, это нефтяные государства. Восточные объединились в эту организацию. Они контролируют поставки нефти, квоты на добычу нефти. Ее цены, может быть, тем самым регулируют. То есть, это больше функциональная организация. Есть предположение, что иногда некоторые международные организации могут перерасти в государства. Например, Евросоюз, это международная организация. Бесспорно, но она уже в себе содержит определенные признаки такого государства, как конфедерации. То есть, уже какой-то переходный период между организацией и государством.